Друзья, приветствую! Вот на протяжении недели задавали вопросы. Самый наибольший вопрос, который набрал лайков, так сказать, да? Это был вопрос, как защищаться более высокому боксеру против более, скажем, низкого соперника, противника, да? Делать нырки там, либо подставки, накладки. Безусловно, что если человек ниже меня, нет, если, конечно, вот так вот аж прыгнет, даже вот с такой, то могу и потеснуть. Но если он на полголовы ниже меня, зачем мне под него садиться? Конечно же, я даже... Тут вариант даже такой, что не обязательно назад уходить. У меня вот товарищ, чемпион вооруженных сил Советского Союза, 54 весело, рост метр восемьдесят, вот такой. Говорит, устал уже назад бегать от них, ниже меня все прут. Говорит, как-то меня переклинило, взял, вперед пошел. Он на меня летит, глухую защиту сделал, оттолкнул бы и туда, на двойке, на левую руку и сам держал. То есть вариативность в боксе миллион. Ну, летит он в себя аж вот с такой плюха. Ну, зачем на себя принимать, да, подставку? Сильный удар идет. Среди, ну, где-то подсел. Но изначально специально подсаживаться можно и встать, и поширить. То есть, возможно, все. Ну, естественно, что более экономно будет, естественно, энергоемко, да, это будет более такие же подставки. Защита руками более низкий противник, там даже положить на него руку где-то. Ну и на передней руке, естественно, что а-ля Лемеш, посмотрите, как боксирует. Встречал здесь, с правой руки к нему сюда все лезли. Поэтому, безусловно, что, да, здесь больше защитные действия подставками и проваливать. Раз боксер более высокий, то есть более длинные ноги, то есть амплитуда появляется. Сюда, сюда ка-сюда. И никто не запрещает самому вперед пойти с более низкорослым соперником. А садиться под нырки, с нырками более низкого партнера-соперника, ну, это между... можно, конечно, но это довольно-таки энергозатратно. Поэтому, да, по вопросу, что лучше, что более применимо в кино, конечно, подставки, провалить, ударить, это да, в боли с невысоким противником. И встречные удары, нежели нырки. Ну, как бы, не то, что это очевидно, но почему. Раз вопросы сдаются, значит, была практика такая, значит, где-то пытаешься и так, и так. Но уметь надо все, безусловно. До встречи, ждем новых вопросов. Будем раз в неделю. Будете задавать, будем стараться отвечать. Более наглядно, может, у нас сегодня с партнерами, наверное, надо даже где-то делать разбор. Хорошо, учтем пожелания. До встречи!